Итак, мы распределили валаны. Теперь у нас оборудование, находящееся в одном и том же валане, видит друг друга. Может пинговать, может взаимодействовать, но оборудование, находящееся в разных валанах, друг друга не видит. Поэтому мы должны настроить роутинг, то есть вязать валаны. Валаны – это сущность второго уровня, через третий уровень. Предварительно одно замечание. При подведении мышки к кабелю у нас возникают номера портов, которыми этот кабель подключен к оборудованию. Если вам удобно всегда видеть эти номера портов, вы можете в настройках задать «Всегда видеть номера портов». Итак, для маршрутизации мы должны поставить маршрутизатор. выбираем маршрутизатор 28.11. Вот он так выглядит. Вот он загружается. При загрузке в консоли мы говорим «No». И мы должны сконфигурить этот маршрутизатор стандартными способами. Ранее вы видели, какой у нас идет конфиг на маршрутизатор. Он немного отличается от конфига на коммутатор, но давайте мы его сделаем. Итак, enable задали в консоли. Дальше конфигура терминал и зададим хостнейм. Хостнейм это у нас мск. Далее идет место, где находится это донская. Гейтвей первый. Вот все. Теперь это у нас имя есть. Дальше. Мы поднимали интерфейс в предварительных настройках. Здесь нам не нужно это делать. Почему? Потому что мы на интерфейс будем вешать наши виртуальные интерфейсы. Но естественно, что нам нужно будет его просто поднять, чтобы он не был в состоянии шат-даун. Для этого мы должны первоначально, собственно, подсоединить наш роутер к нашему коммутатору. Вы можете открыть распределение портов и по схеме распределения портов сделать и подключение. Итак, поскольку у нас коммутатор и роутер являются разными устройствами. Коммутатор коммутационная DCE, роутер терминальная DCE. они подсоединяются прямым кабель. Тут у нас от нулевого интерфейса к 24-му. Вот так вот. Ну, коммутаторе. Мы поставим на 24-й вид, что он транковый. Пароль. Пароль. Энэйбл. Опять пароль. Конфигура терминал. Интерфейс F024. SwitchPort. Mod. Trunk. WriteMem. Конфиг смотрим. Пробелом я листаю конфиг просто весь. Если я нажму какой-то другой символ, то просмотр пейджинг конфига становится. Так, вот у нас 24-й порт транковый. Итак, конфигурием роутер. Значит, вот у нас конфиг. У нас лежит нулевой порт. Мы ему зададим No shutdown и произведем первичную настройку, то есть подключение по терминалу, подключение по SSH. Конфт. Значит, неправильно набрал. Он подумал, что это поиск какого-то доменного имени. Но, и как вы помните, для того, чтобы прервать это, не Ctrl-C, а Ctrl и галочка вверх. Это нажимается Ctrl-Shift и шестерка. Итак, интерфейс F00. No shutdown. Теперь производим стандартную первичную настройку, так же, как мы делали в случае коммутаторов. Line VTI 04 password Cisco login. И так, это мы настроили подключение по Телнету. Конечно, лучше PSH и мы тут можем сделать настройку PSH, но может так оказаться, что ваш роутер не имеет лицензии на SSH, при этом придется жить только с Телнетом. на консоль на консоль line con 0 password Cisco login теперь мы задали exit exit и задали пароль и на консоль теперь мы задаем пароль на enable, то есть на пользователя 15 уровня и задаем, чтобы криптовались пароли enable secret наш пароль сервис password encryption задали следующим шагом мы сделаем пользователя админ и поднимем SSH чтобы доступ был по SSH user name admin вопросом мы понимаем, что дальше писать privilege левый у нас первый будет для админа и secret секрет и пароль это тоже одно и то же, только по-разному криптуется теперь зададим домен 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 пока не будет однозначного он не дописывает как только однозначно он дописывает донская ru генерим ключ generate ну rsa тут только rsa сейчас 20 48 ключ сгенерился теперь мы на line на виртуальных консолях подключим транспорт только SSH transport input SSH ctrl z write mem show.ru сделал и смотрим вот у нас такой вот конфиг теперь нам нужно сделать роутинг по валанам первым делом хотелось бы конечно подцепить втп чтобы список валанов появился шоу втп статус ну втп тут есть да но есть одна тонкость дело в том что втп у нас работает на втором уровне а тут у нас сейчас все интерфейсы третьего уровня для того чтобы подключить втп по большому счету чтобы он работал нам нужно добавить вот например вот такую вот плату которая является просто коммутатором четырех портовым и тогда этот коммутатор будет взаимодействовать с нашим маршрутизатором и мы можем пользоваться втп поскольку у нас на данный момент нет желания это делать придется нам все наши воланы сделать самим итак conf теперь давайте создадим интерфейсы на каждый волан итак обозначать интерфейсы будем через точку то есть вот таким вот образом интерфейс f0 0.2 будем считать что это второй волан для того чтобы мы должны для того чтобы понятно было роутера что он работает именно со вторым воланом мы должны задать encapsulation то есть как будут капсулироваться кадры на этом порту encapsulation encapsulation dot 1 q дело в том что у циска есть еще свой вид капсуляции но он не стандартный поэтому используется именно dot 1 q это 800 2 1 q и дальше у нас собственно какой волан будет капсулироваться капсулироваться будет второй волан для того чтобы мы понимали что это за порт description management и соответственно нам нужно задать ip адрес этого порта это у нас сетка 10 128 1 ip адрес 10 128 11 и масочка 255 255 255 0 12 давайте мы control z сделаем write mem и посмотрим как это выглядит в конфиге вот у нас появился еще один интерфейс который повешен на физический интерфейс это виртуальный влановский интерфейс повешен на физический интерфейс на нем идет энкапсуляция энкапсулированные по 802 1 q кадры и мы отлавливаем интерфейсе только кадры старым воланом и на этот интерфейс мы повесили определенный адрес ну и теперь нам нужно это же будет сделать со всеми другими интерфейсами итак интерфейс третий валан третий это я стрелочкой вверх-вниз предыдущие команды чтобы не набирать их многократно description servers ip адрес у нас это нулевая сетка и можно без экзит интерфейс 101 101 это у нас дисплейные классы т.к. инкапсуляция 101 и адрес 3 и так 102 102 102 это у нас кафедры инкапсуляция 102 и а а по-моему запутались сейчас мы проверим подправим а начаты адрес это у нас четвертый адрес терминал уру пока не записываем у нас да мы поставили на 101 инкапсуляцию 102 валан мы сейчас подправим значит значит ну 101 description dk инкапсуляция 101 адрес 3 сеть так интерфейс F 0 102 инкапсуляция 102 в 1 description departments и адрес из 4 сети интерфейс 103 адрес description администрация адрес 5 и 104 интерфейс 5 и интерфейс 104 description 104 description asa и 6 адрес и 6 давайте посмотрим конфиг 2 волан 3 волан 101 волан 102 волан листаю пробелом 103 волан 104 волан все собственно для красоты картинки так вот сделаем вот так вот таким образом мы настроили маркетизацию давайте проверим как это у нас будет работать так и конфиг давайте мы пропингуем 10 128 3 202 это у нас и раньше пинговались это один и тот же волан одна и та же сеть класса c а теперь пропингуем 4 четвертую сеть пока не поднялось вот пошло коммутаторы у нас учат таблицы мак адресов и после научения они уже все маркетизирует то есть чтобы поднялась сеть нужно определенное время 5 ждем вот пошло 6 так сервера сервера 4 так так 2 5 5 5 5 5 5 6 6 7 мы сейчас можем это же все сделать с помощью нашей симуляции давайте запустим посмотрим как в одном в лаге опять ходит тут оставили только осенью пи немного подвинули правая кнопка ПДУ лист это чтобы потом удалять ПДУ иначе он не удалится очевидно было запускаем вот у нас поскольку в одном и том же в лаге то он идет только через коммутаторы он просматривает таблицу MAC адресов коммутатор и соответственно посылает пакет до маршрутизатора пакет не дошел все ну и можно посмотреть все пакеты потом отдельно чистимся удалим и запустим пинг из одного влана в другой так вы видите как идет у нас пакет он идет через маршрутизатор потому что другой другая писать обязательно нужно дойти до шлюза по умолчанию которым является маршрутизатор и после это обратный пакет то есть там сначала эхо оно вышло пинг этой машины и обратно реквест пункт пинг пункт как видите все дошло удалили симуляцию таким образом мы настроили статический роутинг внутри нашей сети роутинг между виланами